Егорушка, всё же хорошо, да? Ну, да, чтобы чуть не поругались. Ты заметил? Да? Что молчишь? Снимаешь, Егор? Ну, хватит. Егорушка. Давай тут будем кушать. Давай, Ланна, всему тебе учить надо, рассказывай, что ты приготовила. Ой, да я так. Ну что, вот это у нас Филадельфия. В Филадельфии есть сливочный сыр с креветкой, есть сливочный сыр с авокадо, есть сливочный сыр с авокадо и креветкой. Так. Все однотипные, с видом. Это твой, твои. Вот. Мега. А вот эти, они обсыпаны все кунжутом. Есть тут сыр рыба авокадо, сыр рыба огурец. Вот так вот мы сделали на сегодня. Ну, а остались какие-нибудь продукты еще? Немножко авокадо осталось, но я кинула в морозилку. Укроп, я-то хотела еще укропом обвалять. Укроп тоже я кинула в морозилку. Что еще? Сыр у нас осталось. Ну, это, по-принципу. Полбанки? Нет, меньше. Вообще, капля. На завтрак можно. Не, не надо. Листья, листья остались. Можно с макаровушками разогреть. Да и какие-то с макаровушками. Ну, вот, креветки сын. Ну, ладно, в общем, короче. Деньги отвезем, Деньги съест. Короче, это... Нет, нет, мы не будем кушать. Да какие-то, повезем какие-то остатки, ухомонись вообще, какие-то не выдумывая. Стыдно так. Короче, это стоимость этих ингредиентов, как по сравнению с покупными, что скажешь. Стоит вот людям самим заморочиться и лучше купить. Ну, просто, вот, наверное, по деньгам так же, даже, может быть, дороже. Не, дешевле. Дешевле, ну да. В принципе, столько штук. Продукт еще остается. Ну, просто самый главный плюс в собственном подготовлении, это ты знаешь, какие продукты ты купил. Ну, и процентов на 30, нет, 20 дешевле. Ты знаешь, дату изготовления упаковки, рыбы. А какая рыба там, например, неизвестно.